Красные гвоздики и полная тишина. С самого утра люди приходят к стихийному мемориалу, чтобы почтить память жертв пермского стрелка. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах многих нижнекамцев. Для меня, для нас всех это очень большая трагедия. Нам всем очень жаль. Мы соболезнуем родным, близким. По нашему мнению, студенты приходят в высшие учебные заведения, чтобы получать знания, чтобы учиться добру и всему хорошему. И то, что вчера случилось, это просто невозможно передать словами. Трагедия в Перми вновь обратила внимание на меры безопасности в учебных заведениях. Их уже усилили после событий в казанской школе. Во всех учебных заведениях Нижнекамска установлены тревожные кнопки вызова Росгвардии, а также дополнительные камеры и ограждения. Помимо этого, планируется улучшить систему оповещения и видеонаблюдения. Нам не тревожная кнопка, она всегда при мне. И есть у нас еще стационарная кнопка, находится здесь на пульте. И дубинка у нас есть. Начиная с 3 сентября во всех образовательных организациях Нижнекамского района были проведены инструктажи по антитеррористической безопасности. А также тренировки по эвакуации людей из помещений при угрозе теракта и пожаре. Однако психологи уверены, все это бессмысленно, если не обратить внимание на психическое состояние подростков. В первую очередь, это дело самих родителей. И начинать советуют с себя. Мама и папа – главные фигуры в жизни ребенка. Конфликты детей и родителей могут отразиться на общении со сверстниками. А это уже сулит новые проблемы. Самое главное – не закрывать глаза. Родители же боятся признаться себе и окружающим, что с их ребенком что-то происходит. С их ребенком что-то не то. Возможно, и в семье что-то не то происходит. Легче же все-таки исправить, корректировать это раньше. Поэтому родители должны честно признаться себе в этом, что нам нужна помощь. И за этой помощью нужно обращаться к психологам и психиатрам. Это тоже не даст гарантии, что трагедия, подобная Пермской, больше не повторится, но точно сократит такую вероятность. Анжелика Степанова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.